Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа на связи с муниципальной властью, как всегда, по средам я и ее ведущий Андрей Острев. И опять мы будем говорить сегодня, что происходит в нашем городе. И, в общем, как нас это касается. Сегодня я захватил с собой на программу вот такой вот интересный фрагмент. Это вот, ну кто вот видит, да, это билет с маршрутки. Вот я попросил билет, и вот мне их столько дали. Это один раз, и второй раз мне дали их чуть больше. Я не знаю, что хотел показать этим маршрутчик, ну вот как-то вот так вот, чтобы видно было, да, вот длину всего, да. И, в общем, исходя из вот этих вот, из-за этого события, я решил сегодня поговорить с Антоном Турупаловым по поводу перевозок вообще. Добрый вечер, Антон. Добрый вечер. Приятная картина, не правда ли? Для наших зрителей я, прежде чем мы начнем беседу, я хочу сказать, что у нас техническая проблема с телефоном, поэтому сегодня вот только будете нам смотреть, и я надеюсь, вы делегируете мне полномочия задавать вредные вопросы по нашим перевозкам. Антон, не так давно у нас была программа, если вы помните, контраргумент, которая была, вы там участвовали в онлайн-режиме, вы были в это время в Киеве, она была посвящена тому-тому, вот перевозкам, представители перевозчиков очень ратовали на тему того, что надо поднять тарифы обязательно, и тогда они вдруг станут вежливыми и соблюдать условия договора. То есть, я, в принципе, взаимосвязь не видел, но вот один из примеров, это вот я, как добропорядочный гражданин, после этой программы решил сделать вот какую штуку, взять этот документ, а я напомню для наших зрителей, что вот этот документ является единственным документом, подтверждающим, что вы оплатили проезд, и что вы имеете право этим проездом воспользоваться. Просто передавать деньги, верить на слово, это уже, как бы, отсутствие юридического обоснования. Антон, что будем делать с перевозками? Ой, что будем делать с перевозками? Ну, в первую очередь, что я хочу сказать, что вот эти вот билетики, да, почему их не жалко, почему вам так щедро дали эту ленту? Потому что на сегодняшний день для перевозчика они не являются какой-либо ценностью. То есть, перевозчик собирает наличные деньги, и для него важно, чтобы вы эти деньги ему передали. А билетик, он является подтверждением именно для вас о том, что вы этот проезд оплатили, и можете, там, отчитаться, да, такой документ. Более того, производство этих билетов, оно заложено у них в расчете на тариф. То есть, вот сейчас вы сказали по поводу повышения, перевозчики решили, что... Одним из экономических обоснований повышение тарифа должно быть... То есть, вот подведя итог, это не подведя итог, а вот такой промежуточный итог, то есть, мне вместо одного билета дают вот столько, а все остальные за это заплатили, правильно? Нет, не совсем так. Я еще раз говорю, для них ценности в этом, ну, незначительные есть, потому что они же фактически ведут у себя учет управленческий по наличию тех средств, которые они заработали от вашего проезда. Но нас эта ситуация вообще не устраивает, потому что вот это пример того, пример отношения к пассажиру, пример отношения вообще к услуге перевозок как явлению в городе. Ну, я должен отметить, правда, вот, правда, я очень вежливо попросил билет, мне очень вежливо его отмотали и дали. Хотя я сразу сказал, мне достаточно одного, водитель сказал, я дам, мне не жалко. Видите, может, это субъективно к вам такое отношение. В двух разных маршрутках. Вас узнают, видимо, и таким образом выражают вам, скажем, признание вашей работы, Андрей. Но если серьезно говорить, то у меня в планах в ближайшее время изменить подход к системе оплаты проезда. И в этом направлении государство нас поддерживает. Уже есть закон Украины, который не просто дает нам право, но обязывает вводить постепенно электронный билет для оплаты проезда в транспортах. То есть мы выходим на тот уровень, к которому люди в других странах Европы уже давно привыкли и даже не обращают внимания на то, что это у них база. Они даже не знают, что в 21 веке еще существуют бумажки. Что такое электронный билет, зачем он нужен и как мы собираемся его использовать. Электронный билет может быть таким билетиком, на котором будет нарисован определенный штрих-код или QR-код, или еще какой-нибудь способ передачи, идентификации этого билета. В маршрутном транспортном средстве будут установлены валидаторы, где человек пик, и таким образом он совершил оплату проезда. Да, то есть, казалось бы, в чем разница, тут билет, там билет, но разница в том, что этот билет человек покупает на остановке и эмулирует его город. То есть город к своему билету относится... Иначе. Иначе, да. И для того, чтобы перевозчик получил вот эти вот гривны, которые сейчас вы ему даете наличным, для него важно, чтобы был этот пик. Это с одной стороны. С другой стороны, мы забираем наличные деньги из маршрутки. То есть мы освобождаем водителя от функции и продавца одновременно, и кассира, и бухгалтера, и контролера, и кондуктора, и водителя одновременно. Мы хотим, чтобы он сконцентрировался на одной очень важной функции для пассажира – перевозка. То есть мы хотим, чтобы он крепко держал руль и строго соответствовал графику, не нарушал при этом правила дорожного движения. Существующая модель сегодня, когда есть несколько маршрутов разных, которые имеют накладки между собой, она приводит к тому, что мы видим, как маршрутки совершают сумасшедшие маневры по городу, обгоняя один другого. На красный свет ездят, да-да-да, веселятся нормально так. Неважно, какие правила дорожного движения они нарушают, это в любом случае нарушение дорожного движения, и нарушение скоростного режима – это подвергает безопасности наших пассажиров. Меньше всего, что мне хочется, это чтобы наши пассажиры подвергались опасности, находясь в сервисе, который предоставляет им город. Поэтому, почему это происходит? Они гоняются за пассажирами. Чем больше перевозчик соберет пассажиров, тем больше денег он получит, соответственно, тем эффективнее будет его поездка. Соответственно, если я понимаю, например, по сегодняшней системе, что ко мне никто не сядет в маршрутку, я ничего не заработаю, для меня это невыгодно. Ну, само собой. А что такое выгодно или невыгодно, когда мы должны, мы как городская власть, должны обеспечить пассажиру возможность из пункта А в пункт Б добраться, как сам сервис, независимо от того, сколько там пассажиров этих есть. И в вечернее время вы знаете, что часто ко мне поступают жалобы о том, что часто густо водитель понимает, а там еще, наверное, уже не будет пассажиров, не доеду, поеду домой, это очень маленький. Давайте этот вопрос отдельно рассмотрим. Это все вместе, на самом деле. То есть, есть решение, которое решает обе проблемы, как вот эта билетика, так и отношение к соблюдению графика. Хорошо. Но какова временная перспектива введения электронного билета? То есть, вот, ну… Дайте я расскажу суть. Да, да. То есть, суть заключается в том, что водитель, перевозчик, получает деньги не за количество пассажиров, которые он перевез, а за рейс. То есть, вот у него есть маршрут, например, скажем, Матвеевка-Намыв, например, или Матвеевка-ЖД-Вокзал, или любой другой возьмем маршрут. Вот есть точка А и точка Б, две конечные остановки. И между ними разбиты остановочки, через которые он должен обязательно пройти. И мы знаем, в какой промежуток времени он должен там пройти. Это называется расписание. То есть, это фактически такой найм автобуса с водителем для движения по определенному маршруту. Да. И водитель сегодня получает деньги за каждого пассажира, который он перевез по этому маршруту. И сам думает, а как быстрее мне проехать, сколько рейсов сделать. В том варианте, в котором мы сейчас идем, он будет получать фиксированное количество денег, независимо от того, сколько пассажиров он перевез, лишь бы он за то время, которое мы ему сказали, то есть, соблюдая график, прошел из пункта А в пункт Б. Таким образом, в вечернее время у него не будет... Болит голова о том, что там три человека он везет. Конечно. Ему главное туда доехать. Если он туда не доедет, он просто не получит деньги. У него не будет законченный рейс. А как это будет учитываться? Через систему диспетчеризации. То есть, уже сегодня, даже те маршрутки, которые есть сегодня, они уже оборудованы GPS-навигаторами. И мы получаем сигнал, введя эту точку на карте. Система диспетчеризации даст возможность нам видеть динамику этой точки. То есть, я могу посмотреть, вот конкретная маршрутка в течение дня, сколько раз этот рейс сделала, с какой скоростью она делала, где пиковая скорость, где у нее была пиковая остановка. Я вижу, залазил ли он туда, пытался ли он ее отключить или не пытался. То есть, я вижу механические какие-то повреждения. Я вижу, когда там с электричеством проблемы, например, нет сигнала, мы не получаем эту информацию. То есть, я сразу же могу задать вопрос, где ты? Или я вижу, что машина не вышла на рейс. Соответственно, в чем проблема? Это уже будет являться существенным основанием для того, чтобы человек перестал с нами сотрудничать или мы перестали с ним сотрудничать. А с другой стороны, мы решаем проблему гонок. Какой смысл гоняться за пассажиром, если ты не получаешь от этого профита? То есть, твоя бизнес-модель полностью меняется. Тебе не нужно гнаться, тебе не нужно обгонять один другого, тебе нужно просто совершить этот рейс. Хорошо, тогда у меня сразу встречный вопрос. Коль мы так уже узко сегодня с вами решили обсудить эту проблематику, вот у меня тогда вопрос. Есть компании-перевозчики, которые сегодня выигрывали тендеры. То есть, в результате что? Можно будет просто прийти, грубо говоря, в горсовет и заключить индивидуально на какой-то автобус обслуживание маршрута? Или это опять же все-таки будет через эти компании-перевозчиков? Смотрите, значит... Просто они тогда, их смысл, в них нет никакого смысла в этом случае. Ну, не совсем так. Мы идем двумя путями. Даже, можно сказать, тремя путями. Они параллельны. И в этом мы видим комплекс. Первый путь – это сотрудничество с компаниями, которые будут обеспечивать перевозки в городе. Для чего мне это нужно? Мне нужно, чтобы юридические лица могли инвестировать в город, в качественную технику и могли отвечать перед городом по закону за качество этих перевозок, чтобы город всегда мог с них спросить. Что мне для этого нужно? Мне нужно для этого привести в соответствие экономики и тариф. Это не те сказочные 8 гривен, которые нам перевозчики передали, посчитали. Даже как качественно они манипулируют, используя ту же самую систему расчетов кабинета министров, которая предоставлена. И забивая даже вот эти деньги на то, что они эти билетики печатают, рассчитали на 8 гривен. Наша работа, наш отдел цен, который изучил, мы уже больше месяца перепроверили каждый маршрут. Мы пришли к выводу, что от 4,50 до 5 гривен – это максимум, что может быть в городе. Экономически обоснованно. Это экономика. Да, может быть, 4 гривны – это уже не та цена, которая может привлечь сюда инвестиции, чтобы какой-то качественный перевозчик зашел, с новой качественной техникой. Но 8 гривен, извините, это космос. То есть, такого нигде нет, и их ничем не обоснуешь. Мы внимательно изучили эти расчеты. Соответственно, мы хотим проработать компании, с которыми мы можем работать. И это не должны быть вот эти вот разваленные остатки той техники, которая сегодня доживает свои последние дни на улицах Николаева. Это должна быть нормальная техника, в которой пассажир чувствует себя комфортно, где он чувствует себя человеком, а не средством для получения прибыли компании. Тут нужно понимать, кто кого нанимает на работу. Второй момент – это коммунальное предприятие. Мы хотим, чтобы на базе электротранса у нас все-таки был свой собственный коммунальный транспорт автобусный, который в любом момент мог составить конкуренцию как частному перевозчику, так и частный перевозчик смог бы нас постоянно мотивировать к развитию этого направления, чтобы у нас была какая-то конкуренция. От конкуренции всегда выиграет потребитель. И я думаю, что, как я уже говорил, чтобы это было не больше четверти рынка. Коммунальный транспорт. Даже до 30% рынка, чтобы это был коммунальный транспорт, где мы сможем выйти с какой-то льготной ценой. То есть суть в чем? Когда частный перевозчик за свои деньги покупает технику, за свои деньги покупает, нанимает водителя, покупает топливо, делает расходные материалы и так далее и тому подобное, у него появляется тариф. И он это делает с единственной целью – получение прибыли. Когда город за деньги города, за деньги каждого из нас, налогоплательщика, покупает технику, то есть мы все, грубо говоря, городом скинулись через налоги, которые мы в местный бюджет передали, дали технику, за эти же деньги наняли водителя. Мы это делаем не с целью получения прибыли. Мы это делаем с целью предоставления нам же, себе же своих собственных услуг на уровне себестоимости, плюс льготные категории, которые город решает компенсировать. Таким образом, проезд в этом виде транспорта будет куда более выгодным. Но превращать, например, городскую власть или город в компанию перевозчика, в этом не будет никакого смысла, потому что город должен регулировать, город должен создавать условия для развития бизнеса, а не сам заниматься. Сегодня мы станем оператором перевозок, завтра мы хлеб начнем делать, послезавтра еще что-то. То есть где тогда будет тот бизнес, который будет создавать рабочие места, который будет формировать вот эту социальную сферу, который будет иметь возможность инвестировать? Если такое предприятие будет прибыльным, то это дополнительный бюджет. Нет, но у меня вопрос вам по электротрансу. Вы сказали о том, что на базе электротранса будет создана какая-то альтернативная модель именно автоперевозок. О самом электротрансе. Во многих городах Европы, в очень многих городах Европы коммунальный транспорт абсолютно бесплатный. Это действительно так и есть. Мы как-то собирали эту информацию специально для одной из программ своих. И то есть, грубо говоря, муниципальная власть приняла решение о том, что муниципальный транспорт, его немного, конечно же, он будет абсолютно бесплатный. Почему бесплатный? Например, насколько я помню, в прошлом году у нас была программа, посвященная доходности коммунальных предприятий. И вот электротранс был одним из самых убыточных, потому что ему не поступили транши, государственные субвенции за льготные перевозки, которые не подали. И вроде им государство их не вернуло, там, порядка 18 миллионов, если мне память не изменяет. Но я могу ошибаться, но это, собственно, неважно. Может быть, действительно посчитать, сколько себестоимость содержания этого парка и сделать бесплатный, абсолютно бесплатный, скажем, коммунальный транспорт. Смотрите. Ну, есть ли такая возможность рассматриваться? Слово бесплатно? Да. Но само по себе порочно, потому что вводит заблуждение у нас. Бесплатно ничего не бывает. Я бы менял слово бесплатно, это значит, что не за мой счет. Или, значит, за чей-то счет. Кто-то должен заплатить в любом случае. Без еды мы не существуем, да? Без топлива техника не едет. Без денег нет топлива. Бесплатно ничего не бывает. Поэтому кто-то должен за это платить. То есть, если, ну, я не очень хорошо понимаю, о каких городах Европы вы говорите, где есть муниципальный транспорт. Я вам обязательно информацию перешлю, если после программы. Я не говорю, что их нет. Я говорю, что я не очень хорошо понимаю, о каких вы говорите. То есть, Николаев – это полумиллионный город. Я имел возможность быть в разных странах мира, и транспорт очень дорогой. То есть, расходы на транспорт стоят достаточно много денег. И можно делать, почему нет? Можно сделать все бесплатно. То есть, грубо говоря, взять, чтобы весь Николаев ездил бесплатно. Цена вопроса – 250 миллионов гривен. В год? В год. Это содержание электротранса? Вообще всего транспорта. То есть, и маршруток, и автобусов, и троллейбусов, и трамваев. Вот во что ни сядь, все бесплатно. Это 250 миллионов гривен приблизительно. А если только электрическим электротранспортом? Если только электрическим транспортом – это около 70 миллионов. Вот цена вопроса. 70 миллионов – это бесплатно? Нет, конечно, это не бесплатно. Это не бесплатно, да? Ну, вот вам и ответ. То есть, за эти 70 миллионов можно отремонтировать крыши, можно построить дороги, можно тратить их на ремонты. Ну, я понимаю, к чему вы ведете. Есть социальная сфера. У нас есть бюджет. И городская власть этим бюджетом распоряжается. То, что из государственного бюджета не приходят субвенции, их уже и не приходит. Их государство возложило на местную власть функцию оплаты компенсации льготного проезда. Поэтому в любом случае мы их и не ждем. То есть, государство само определило, кто у нас льготчик, не дав возможности городу самостоятельно выбирать. Может, мы бы еще хотели кому-то еще сделать льготными, а кого-то не сделать льготными. Государство за нас определило. И при этом сказала, и вы определим мы, а компенсировать будете вы за свой счет. То есть, законодательство у нас в этом плане еще не совершенно. Антон, давайте тогда перейдем. Хорошо, мы сейчас поговорили с вами, собственно говоря, о большей перспективных планах. Смотрите, сегодня есть ряд проблем. Я уверен, что если бы у нас телефон сегодня работал, вам бы однозначно задали бы три вопроса. Первый вопрос это, что делать с маршруткой сегодня, прямо сейчас, не дожидаясь электронных билетов, что сделать с теми маршрутками, которые не выполняют свой временной режим согласно договору. Это имеется в виду о том, что вот у них там прописано до 10 часов вечера, они там должны, последний отрыв колес в 10 часов вечера. То есть, в 9 их уже нет. Люди уехать не могут. Нам неоднократно просто звонили, я уверен, что этот вопрос бы еще раз прозвучал. Вот что сегодня, что сегодня делается, сделать. Потом второй вопрос это так называемая недобросовестная конкуренция, когда вот та же Мадвеевка, где разного там и большие автобусы и маленькие, они между собой там устраивают такие, не знаю, гонки. Это, естественно, очень сильно влияет на безопасность движения. Ну и третий вопрос это, собственно говоря, само качество обслуживания, качество общения водителей, тех же с пассажирами. Вот эти три вопроса, я уверен, сегодня были заданы. Давайте вот с какого-то из них начнем. С любого можно начать. Давайте с конца. Вот я, например, я считаю, что, знаете, есть такая классная истина, ее очень любят расшаривать периодически по соцсетям, ничего не стоит, так дешево не ценится, так дорого, как вежливость. Вот что нужно сделать для того, чтобы водитель стал вежливым? Когда я задал этот вопрос перевозчикам, перевозчики сказали, что это очень дорого. Как вы считаете? Ну, смотрите, вот я не хочу обманывать наших уважаемых телезрителей, я буду говорить правду, даже если она не очень нравится. Вот мы же город приняли в том состоянии, в котором он есть, и транспорт здесь в таком состоянии уже не знаю, откровенно говоря, какое время, но он в таком состоянии, и мы с ним работаем. Что нужно заставить, что может заставить человека делать то, что он должен делать? Вот перевозчика быть вежливым, например. Страх потерять работу. Вот если у него нет страха потерять работу, он не боится делать все, что он хочет. Почему? Давайте тогда идти от обратного. Почему у него нет страха потерять работу? Ведь мы же можем взять и выгнать его, правильно? Потому что никто не придет. У нас нет конкуренции. У нас нет условий, при которых, если мы возьмем… Вот живой рынок водителей. Он не живой. Во-первых, у нас там уже есть значительный черный список людей, которые по разным причинам были уволены, и ни один из перевозчиков сегодня этого человека на работу не берет. Во-вторых, есть категория людей, которые, имея свой собственный транспорт, посмотрели на эти 4 гривны, покатались, свели дебет с кредитом и решили, что выгоднее переоборудовать, например, в грузовой автомобиль свою маршрутку, или, может быть, выгоднее поехать на море и возить на море пассажиров, или выгоднее, может быть, сегодня у нас посевная идет и подвозить от предприятий к полям людей и так далее. Они просто уходят с маршрута. То есть, не мы их выгоняем. Мы бы, может быть, хотели сказать, ага, хам. У нас буквально 2 минуты программы, осталось еще 2 важных вопроса у нас. Да, я отвечаю на этот вопрос. Но терпеть это мы не собираемся, поэтому все, что мы делаем сегодня, это делаем условия для того, чтобы был рынок, чтобы тот человек, который приходит работать сюда, он дорожил своим местом работы. Вот пример Матвеевки, то, что вы говорили, недобросовестная конкуренция. Была компания, которая вложила деньги в большие автобусы. И есть компания, которая ездит на небольших маршрутках. И их маршруты дублировались, потому что автобус ходит реже, у него своя экономика, он там 40 литров на 100 километров расходует. Это дорогое удовольствие. Но, естественно, он перевозит большое количество пассажиров. И маленькие маршрутки тяжело, ну, они могли соревноваться только за счет того, что у них временной промежуток меньше, чем у автобуса. И подбирать, получается, что они делали. Они дожидались, пока автобус дойдет до остановки, перед ним подъезжали, забирали весь пассажиропоток значительный, забивая, забивая, забивая. Создавая искусственно пробки, точнее, ожидания на остановках, создавая очередя на остановках, создавая вот это социальное напряжение, когда мне каждое утро люди с Матвеевки звонят и говорят, мы не можем ехать на работу. И я думаю, блин, почему же у меня нет своего транспорта? Мне это надоело, и мы приняли решение о том, что мы разорвем договора с этими перевозчиками, создадим один нормальный маршрут, который заменит оба маршрута. Плюс есть еще у нас там маршрут 83, такой маршрут невидимка, он вроде бы есть, а вроде бы нет. Тоже автобусы вроде бы ходят, но их там видят, не знаю, есть как свидетели, свидетели 83 маршрута, который тоже он не нужен в таком режиме. Может быть, мы бы сейчас, я готовлю на исполком предложение о создании вот одного такого большого маршрута, чтобы на нем были только большие автобусы, и компания мне заверяет о том, что они готовы в этом случае инвестировать дальше в покупку техники. То есть потихоньку мы хотим оживлять рынок, и естественно, если ты тратишь деньги на свою технику, а я тебя завтра выгоню за то, что у тебя водитель хам, то ты просто потеряешь прямые, понесешь прямые убытки. И ты, естественно, будешь бояться потерять этот маршрут, потому что ты уже понес туда инвестиции, ты уже понес туда расходы, и ты хочешь эти деньги как минимум отбить, чтобы заработать. Что, спасибо, Антон. Я думаю, что тема транспорта в городе Николаеве еще будет долгое время темой, которая будет бесконечно обсуждаться. И очень многое каждый день, и с депутатами, и с мэром, и очень хотим, чтобы в самое ближайшее время город почувствовал изменения. Что, спасибо, спасибо за то, что были у нас, Антон. А я нашим зрителям напоминаю, что мы с вами встречаемся каждую среду, разговариваем сегодня о самом главном, о самом важном. Ну и призывает себя лично, просите, пожалуйста, такой вот документ, потому что на сегодняшний момент это единственный способ доказать того, что вы оплатили проезд, и как было недавно, случаи, когда женщину просто выгнали с мотивацией, что вы не оплатили, выгнали из маршрутки. Это был большой скандал, вы, наверное, видели у нас это видео в одной из программ. Ну что же, я прощаюсь с вами, до следующей среды. Спасибо, что были с нами. Телеканал Николаев, с нами всегда интересно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok